А именно 14 августа 2009 года Агентство по регулированию сельских монополий была выдана лицензия государственная номер 30576 на шлине деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения. Далее в ноябре 2017 года компания была переименована в ТО Альянс Энергоснаб, на что имеется отметка в органах юстиции от 20 ноября 2017 года. И там же указан наш БИН. Еще раз его могу повторить. Вот тот БИН, который мы сейчас заводим, это является БИНом нашей организации. В свою очередь Департаментом комитета по регулированию сельских монополий защиты конкретных уже в Мангистауской области были изучены представленные разрешительные документы ТО Альянс Энергоснаб-Актау, которым мы презентовали в свою очередь в январе месяце на общественных слушаниях. В результате определено, что данная организация, зарегистрирована в управлении юстицией города Актау от 23 ноября 2018 года, действует на основании генеральной доверенности на управление филиалом ТО Альянс Энергоснаб номер 170-1 от 14 июня 2018 года. И в настоящее время вот на портале электронного лицензирования имеется статус о лицензиате, то есть о компании Альянс Энергоснаб, как компании со статусом лицензии действительная. На филиал Альянса Энергоснаб-Актау распространяется действие лицензии, выданной головному офису, и который, я надеюсь, что к концу нашего брифинга точно наш айтишник продемонстрирует. Как сказал Виктор Женщик, лицензия переоформлена, она выдана, она, если вы сами можете, в открытом доступе, набрав наш БИМ, на портале электронного лицензирования, если войдете, наберете БИМ, там эта лицензия появится. Это не проблема, это государственный портал, вы можете прочитать, что эта лицензия выдана именно на Альянс Энергоснаб. Хорошо, а почему министерство так пишет? Там вопрос в том, что в реестре юридических лиц, которые имеют лицензию на электроснабжение, старое имя до сих пор стоит. Почему оно не изменено, нам пока неизвестно. А, то есть не доработка самовынной. Да, это лицензия, вопрос не в том, что лицензия не переоформлена. Лицензия переоформлена. Мы сейчас можем вам всем опять же раздать эти копии, которые были, либо вы сами можете, сделав запрос на портал электронного лицензирования, получить эту лицензию, она в открытом доступе. Единственное, что в реестре юридических лиц, имеющих лицензию на электроснабжение, до сих пор присутствует старое имя. Это, видимо, технические какие-то ошибки самого, кто ведет этот реестр, мы обращались неоднократно. Еще раз обратимся, чтобы эту ошибку исправили. В связи с недовольством населения, вот этим плашмобом, давайте не будем платить. Сказалось ли это наносимых денег за квитанции, за электронные услуги, по сравнению с прошлым месяцем, или по сравнению с декабрем, когда еще был наэкономный опрос? Ну, я повторюсь, все-таки, с времени, с того, когда вы задавали этот вопрос, немного, нисколько не изменилось, и ситуация также не поменялась. Я говорю, люди понимают, что они потребляют ресурсы и оплачивают эти ресурсы в том же объеме. То есть, я даже не удивлюсь, что те, которые призывают не платить, они-то в первую очередь и оплатили. А кто ведется вот на эту провокацию, я не очень понимаю, потому что, в принципе, платежная дисциплина, если она и пострадала, то она не очень. Потому что, я же говорю, большинство людей, здравомыслящих, они понимают, что за ресурсы надо платить. Если и возникают какие-то вопросы, то это связаны, ну, вы знаете, извечные наши вопросы, которые постоянно идут, это ОДНы, это несанкционированные подключения, это заключение договоров на ОДН с КСК. Вот они, они идут шлейфом ко всем проблемам, с которыми приходит к нам потребитель. Но это не коим образом, если вы даже и там какую-то очередь видите, да, то есть это очередь в наши кассы или это очередь в какие-то разъяснения, это не связано с тем, что люди отказываются платить. Да, флешмобы, они есть, но я не знаю, кто на них там себе какой-то имидж делает, но я, насколько знаю, что один из флешмобов или там челленджев, да, то есть потом привел к тому, что один из организаторов этого челленджа потом извинялся, также приносил извинения, во всяком случае. То есть я могу еще раз назвать номер БИНА, по которому вы можете самостоятельно зайти на Е-Лайсенс, да, 080, 840, 013 и 3 двойки. Вот там эти цифры набраны, посмотрите, вот Е-Лайсенс. У меня есть еще один вопрос, как такая информация, что, допустим, у некоторых юридических лиц, которые... Еще такой вопрос, какая сейчас у вас с комитетом регулирования естественных монополий, они как бы какой-то правильный назначили, по факту письма там уже написано, и еще такой вопрос, там указано, что да вы не являетесь субъектами естественных монополий, но вы можете им встать, если там сложатся вот именно два варианта. Это то, что если вы обслуживаете население, которое ранее обслуживал субъектами естественных монополий, то есть МАЭП, и если доля ваших услуг составляет 35 и более процентов. Вот, и как вообще вы к этому относитесь, и готовы ли вы достать субъектами естественных монополий? Я скажу, что по итогам квартала мы сами хотим подать документы в антимонопольный комитет на регулирование наших цен. Мы сами добровольно хотим это сделать, чтобы антимонопольный комитет рассмотрел наши цены и дал свое заключение. Цены 17,29, да? 17,29 тенге для населения СНДС, 17,62 – это СНДС для юридических лиц. Эти цены до какого отреждают? Они нашим приказом утверждены до конца года. До конца года, а потом какие прогнозы у нас? Пока прогнозов у нас нет. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...